Аноним. Как думаешь, правильно ли по шариату покупать продукцию с компанией, которые открыто поддерживают ЛГБТ-сообщество, как ты сам делаешь? И ещё расскажи, пожалуйста, историю чудов твоей жизни. О, ручной Тумсо объявился, говорит. Салам, брат, смотрю тебя обычно не в прямом эфире, когда еду от одной жены к второй, между Махом и Кизляром, как раз полтора часа. Саламу алейкум, Тумсо, ты меня рассмешил в прошлом эфире, назвав мелко-чеченским тейпом. В советское время у них в паспорте стоял ингуш, но они никогда не относили себя ни к чеченцам, ни к ингушам. Алейкум асалам, Ибрагим Кориков. Те наши общества, которые жили на границе между Чечнёй и Ингушетией, у них часто бывало так, что, например, в Нестеровской живущем, там, в Мелхе, Орсхо и Эхке, им писали, что они ингуши. Когда раньше была такая практика в паспортах указывать национальности, некоторым так указывали. Но мелко является именно чеченским тейпом, одним из чеченских обществ, а не ингушских. Поэтому они чеченцы. Другое дело, что там среди них, возможно, есть какие-то отдельные индивидуумы, которые не относят себя ни к тем, ни к другим, там, они хотят быть отдельным. Но это, слушай, отдельные какие-то там случаи, я, наверное, их разбирать не буду. В целом, это один из рядовых чеченских тейпов, точно такой же, как и любой другой. Поэтому Мелхе – это неотъемлемая часть чеченского народа, как и Орсхо, как и Эхке и все остальные. Томсо, ты как в прошлом, житель Грозного, помнишь, Грозненский цирк, довелось ли тебе там побывать? Я не про теперешний цирк спрашиваю, а про тот, который был в советское время. Но в теперешний цирк превратилась вся Чечня. Где бы Кадырова ни появился, это все превращается в цирк. А тот старый цирк, я, к сожалению, я не помню, я в нем был, но я был тогда вообще маленький. И я сейчас не помню всего этого, но по рассказам своих родителей я знаю, что я там был как минимум один раз. Я само это здание помню уже после Первой войны, как-то сдалека я его видел. Такое круглое, как бы, ну для ребенка, для психики детской, это, наверное, как-то интересно, что круглое здание. Но оно было уже разбитое, к нему подойти нельзя было. Может, там даже российская какая-то там часть, может, даже была, я не помню точно. Но я помню, что подойти туда невозможно было. Можно было в Рискоме свободно прогуляться в подвалах, там пойти на последний этаж подняться. Это из Рискома была сеть таких туннелей, через которые ты мог выйти в каком-нибудь люке там на площади. Вообще интересное, конечно, это было здание. Но вот туда к цирку подойти нельзя было. В том, что знаешь ли что-нибудь о Мухаммаде Аргунском? Слышал ли его чтение в жизни? Я его чтение в жизни не слышал, но интересный факт. В начале, когда еще Чечня была не совсем Кадыровской, еще были там Гантемиров, какие-то разные силы. Тогда нынешний ЧКТРК «Грязный» это был ГТР, Грозенская телерадиокомпания. И она была подконтрольна Гантемирову, пока ее не отжал у него Кадыров. И вот все это время подконтрольная Гантемирову, и также еще часть времени, когда ГТР стал подконтрольным Кадырову, на Грозненском радио, на каждую молитву звучал азан, и это был азан в исполнении Мухаммада Аргунского. Интересный факт, да? По всей видимости, пока они не поняли, уже в последующем они, видимо, поняли, чей они азан крутят. И убрали его. Саламу алейкум. Давно задаюсь вопросом, почему каждый, кто научился говорить, позволяет себе даже вести прямые эфиры, и ему при этом задают вопросы. Иди учись, брат. Саламу алейкум. Потому что на ведение эфиров нет никакого запрета, дорогой брат. Поэтому человек ведет эфиры. Каждый, кто умеет, как ты говоришь, научился говорить, и может с помощью этого разговора принести какую-то пользу, а более того, может этим своим словом выступить против несправедливости, он выполняет свой долг. Он делает то, что завещал ему посланник Аллаха. Если ты видишь что-то порицаемое, исправь своей рукой. Не можешь рукой, исправь своим словом, сказал посланник Аллаха. Поэтому, это, конечно, хороший совет. Иди учись. Наверное, этот же совет мы вернем их тебе тоже. Тоже учись, наверное, брат наш. Мы в меру своих возможностей тоже не забываем о учебе, учимся. Но помимо учебы пытаемся также еще выполнить основу. А основа это противостояние несправедливости и порицание порицаемого. Хотя бы слово. И у нас есть такая возможность. Привет. Сидишь за политической ситуацией в Узбекистане? Там сейчас большие реформы. За пять лет страна превратилась из одной из самых репрессивных стран мира в демократическую. Ну, я не скажу, что я сильно слежу за тем, что происходит в Узбекистане. Но так в каком-то потоке информации я встречаю сообщения о Узбекистане. И, ну, вроде как есть позитивные сдвиги в этой стране. С новым президентом говорят, что действительно немножко либерализовалось, да, как сейчас принято говорить. Система, сам режим немного стал помягче. Вроде как. Но об этом лучше, наверное, знают сами узбеки. Здесь, на территории европейских стран, немало беженцев из Узбекистана. Это говорит о том, что все-таки не все там до сих пор хорошо. Узбекистан это была страна в 2015 году, по крайней мере, я помню, у нас был вопрос. Гораздо ближе было проехать через Узбекистан. Но мы не поехали через Узбекистан, потому что в Узбекистан не запускали с бородой. Абсурд полный. И бороду нужно было сбрить при въезде в страну, и только тогда запускали. Настолько как бы абсурд. И мы тогда сделали большой круг через Киргизию. Что скажешь про имамов, которые говорят, что нужно жениться на девушке своей нации? В исламе нет разницы, какая нация будет, муж или жена. Главное, чтобы были мусульмане. Но ты сейчас, знаешь, выдающихся имамов как бы списал. Как бы косвенно обвинив их в каком-то национализме, там, я не знаю. Не, на самом деле, это нормальная, правильная рекомендация. Жениться на девушке из своего народа, или выдавать замуж за представителя, там, тоже своего народа. Это полезно с точки зрения практики. Здесь, видите, есть... И в том, и в этом есть определенная польза. И в том, и в этом есть какие-то риски. Поэтому это вопрос, который должен решаться на уровне семи. То, что ученые рекомендуют выдавать в свою среду, они рекомендуют из учета пользы и вреда. Потому что адаптация девушки в новой семье, так как это все-таки девушка идет в другую семью, а не парень приходит. Он приводит девушку в свою семью. И вот эта вот адаптация девушки, если она приходит в другую культуру, то это, ну, ей как бы тяжело. Это делает брак хрупким, есть возможность, что он будет недолговечным. Поэтому это просто такая рекомендация, это ни в коем случае не запрет. Просто нужно правильно понимать слова ученых, не вдаваться в какие-то крайности. В том числе, если народ добровольно выберет отсоединение республики от России и поднимет вопрос на мировой уровень, то Кремль даст независимость. Но это в принципе исключено, потому что Кремль сегодня не допустит поднятия такого вопроса об отсоединении. Это уже преследуется законом. У них принят, по-моему, в прошлом году был принят закон о том, что любой, кто заявляет публично об отчуждении части российской территории, это является, по-моему, экстремизмом. Они входят в экстремистскую статью. Так что такой вопрос, в принципе, они на корню как бы загасили вообще поднятие подобного вопроса. Поэтому это невозможно. Салам алейкум, Томсор, расскажи, пожалуйста, про 93-й Вичкерии. Почему Джахар Тудаев распустил парламент и конституционный суд? Валейкум асалам. Об этом очень подробно пишет Зелимхан Яндаби в своей книге «Чечение битвы за свободу». Я лишь кратко скажу, что это был кризис, политический кризис в нашем государстве, когда в парламенте появилась группа из депутатов. И они, ну, можно сказать, что они пошли на сделку с Россией. Кто-то говорит, что нет, у них там просто было свое видение. Ну, как бы там ни было, это был конфликт, и это был политический кризис. И в этом политическом кризисе Тудаев предпринял какие-то действия, которые, ну, да, на тот момент они были антиконституционными на самом деле. Но для молодого государства это неудивительно, когда такие вещи происходят. Это было бы удивительно, если бы что-то нечто подобное произошло там в США. Да, ну, когда в молодом государстве это, в принципе, никого не удивляет. Потому что и сама конституция, по сути, была только вот-вот принята, она была достаточно сырой, поэтому никто никого это не удивило. Аноним. Как думаешь, правильно ли по шариату покупать продукцию из компаний, которые открыто поддерживают ЛГБТ-сообщество, как ты сам делаешь? И еще расскажи, пожалуйста, историю чуда в твоей жизни. Правильно ли поддерживать по шариату компанию, которая открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество? Я не буду вообще вникать даже в этот вопрос, я понятия не имею, о чем идет речь. Я думаю, не нужно это все вообще смешивать. То, чем эти люди занимаются, это их вопросы, это их проблемы. Нам с ними детей не крестить, как говорят в русском народе. А если они делают какую-то полезную, хорошую вещь и в ней есть пользу, то я не вижу проблем в том, чтобы ее использовать. Далее, расскажи, пожалуйста, историю чуда в твоей жизни. Слушай, в моей жизни было много разных чудес, моментов, которые можно назвать чудесами. Даже самое последнее, свежее, это нападение на меня 26 февраля года назад, когда чудом я не просто остался жив, но еще и одолел этого человека с молотком, который напал на меня, когда я спал. Это действительно чудо. Поэтому не хочется слишком долго на этом заострять внимание, но в моей жизни чудеса случались. Субтитры создавал DimaTorzok